Стрельба в Пермском университете. Что за этим стоит? Обмутнение рассудка? Это общество больное. Не предоставляет молодежь для развития условий. Кто станет с нефтедобывающими регионами в ближайшем будущем, если страны, заинтересованные в покупке энергоресурсов России, перейдут на эко-топливо? Сегодня к зеленому региону относятся все невозобновляемые источники энергии. Это солнечная энергия, водная гидроэкоростанция, энергия, которая получена в гидроэкоростанции, ветровая энергия и много-много других, которые являются возобновляемыми, которые, до которых нужно тратить чего-то, из-за чего выделяете улики Сыгароста. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Елизавета Газизянова. В рамках рабочей поездки в Москву Рустам Мениханов встретился с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым. Во встрече также приняли участие заместитель премьер-министра республики Татарстан Роман Шихудинов, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, помощник президента республики Татарстан Альбер Гельмуддинов. Обсуждались вопросы реализации ряда совместных профильных программ, а также темы по направлению взаимодействия республики Татарстан и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в 2021-2022 годах. Эксперт Казанского федерального университета высказал свою точку зрения по поводу поведения неадекватного юноши, который начал стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Заголовки всех СМИ кишат новостью о новом стрелке уже в университете в Перми. По данным следствия, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. В результате преступления 8 человек погибли. 28 пострадавших обратились за медицинской помощью. Часть из них госпитализирована с травмами, ранениями различной степени тяжести. Личность виновного установлена. Им оказался 18-летний первокурсник Тимур Бекмансуров. Он приобрел огнестрельное оружие в мае 2021 года. У него имелась лицензия. По информации Следственного комитета, нападавший был ранен при задержании и доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Эксперт Казанского университета Рамиль Грифуллин объяснил поведение стрелка. Вышла концепция российской психологической безопасности. Еще лет 20 назад она была одобрена администрацией президента республики Татарстан. Согласно ей, существует проблема российской психологической безопасности. Это первое, когда люди с психическими нарушениями становятся опасными для общества. Это наркоманы-алкоголики, которые в силу деградации занимают какие-то должности, работают где-то и у нас деградируют кадры. И второе, это когда люди с психическими нарушениями каким-то образом ведут себя преступно в отношении уже общества, в отношении людей. По словам Рамиля Грифуллина, необходим психиатрический контроль над людьми с психическими нарушениями. Но сейчас он низкий. В России очень много людей с психическими расстройствами, которые не стоят на учете. Молодежь, одержимая манией величия, лайкоманией, которая желает представить себя миру, а иным образом она не может себя представить, потому что нужно проявлять талант, нужно стараться. И у нас молодежь деструктивна. Она сейчас в основном становится известна благодаря преступлениям, а не благодаря своим достижениям в творчестве, в профессиях и так далее. Это общество больное. Не предоставляет молодежи для развития условий. В связи с ситуацией в Пермском университете встал вопрос о мерах безопасности на пропускных пунктах в учебных заведениях России. Так, в Казанском университете все меры предосторожности выполняются с надлежащими правилами. Также в Ленинском садике сотрудники и студенты Казанского университета провели акцию, приуроченную к событиям в Перми. Акция была организована Министерством по делам молодежи Республики Тарстан, Комитетом по делам детей и молодежи города Казань, присоединились и представители общественных молодежных организаций. Ну, конечно, в стороне не остались и студенты Казанского федерального университета, которые тоже присоединились к этой акции. Телеканал Универ ТВ выражает соболезнования родным и близким, погибших в жестоком нападении на Пермский государственный национальный исследовательский университет и желает скорейшего выздоровления пострадавшим в результате трагедии. Энджи Минибаева, Елизавета Никитина, Фарид Захидоглы, Универ Ньюс. Делегация Казанского федерального университета представила стратегию развития в программе «Приоритет 2030». Основные тенденции – это сохранение здоровья, совершенствование экономики и информационных технологий. ВУЗ ставит перед собой цель содействовать трансформации региона с помощью создания системообразующих проектов. Напомним, что работа комиссии по отбору участников программы «Приоритет 2030» продолжается. Задуматься о будущем стоит уже сегодня. Если страны, заинтересованные в покупке энергоресурсов России, перейдут на экотопливо, к 2035 году доход граждан снизится на 14%. Что станет с нефтедобивающими регионами, расскажут эксперты Казанского университета. Влияние производств, использующих ископаемые энергоресурсы на экологическую обстановку в мире, уже доказано. Еще в 2015 году группой стран было принято Парижское соглашение, согласно которому участники обязуются регулировать выбросы углекислого газа в атмосферу. Сегодня к ним относятся 195 стран, в том числе и Россия, также заинтересованные в использовании экологичных источников энергии. Сегодня к зеленой энергетике относятся все невозобновляемые источники энергии. Это солнечная энергия, водная гидроэлектростанция энергии, которые получают гидроэлектростанции, ветровая энергия. И много-много других, которые являются невозобновляемыми, для которых не нужно тратить чего-то, из-за чего выделяется углекислый газ. Например, Россия очень мало использует угля, потому что у нас есть газ. В России содержится более четверти запасов газа всей нашей планеты. Мы его добываем в огромных количествах, мы его продаем Европе, Китаю, другим странам. И у нас в быту даже люди используют газ. Поэтому, конечно, в этом смысле Россия является наиболее зеленой страной. Нефти-газодобывающая отрасль – один из трех китов, на которых стоит госбюджет. Поэтому, уменьшая свой углеродный след, Россия рискует упасть в экономическую яму. К 2035 году аналитики прогнозируют падение доходов граждан на 14%. Однако потери россиян станут не только материальными. Треть государственных средств, треть государственных расходов финансируется за счет добычи и продажи нефти и газа. А это и пенсии, и пособия, и зарплаты бюджетникам, и государственные расходы на строительство дорог, мостов, аэропортов и так далее. Меньше будут получать и республиканский бюджет, и люди, которые вовлечены в нефтедобычу и переработку. Единственное, что здесь можно сказать оптимистичного. Нефть и газы являются не только топливом, они являются ценнейшим химическим сырьем. Переработка нефти с целью получения пластмасс, масел и других вещей никуда не денется. Даже переориентировав нефтяную отрасль, перейти к зеленой энергетике сразу не получится. Есть ли у России запасной план и как заработать на грязных делах конкурентов? Один из стратегических проектов Казанского университета так и называется. «Российский энергетический переход», «баланс природных ресурсов» и «глобальных трендов». Можно, оказывается, заняться таким бизнесом, взять и компенсировать. Вот кто-то выделяет углекислый газ, а мы поглощаем его, да? И говорят, а хотите у меня купить вот эти квоты, которые я поглотил, да? И можно эти квоты продавать. И Россия имеет колоссальные возможности для этого. И территорию, и вот эти вот 15-17 миллионов гектар тайги, которые есть в России. Это все можно использовать. Используя различные экосистемы, ученые намерены захватывать углекислый газ, помещая его в почву или фильтруя с помощью деревьев. Технология будет отработана на карбоновом полигоне Казанского университета, распространится по России и за рубежом. Полное интервью с Данисом Нургалиевым доступно на нашем сайте и в социальных сетях. Ариатна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз. В концертном зале Казанского университета «Уникс» состоялось открытие 4-го российского конгресса «Раскаталис». Дискуссионная площадка направлена на объединение представителей науки и промышленности с целью дальнейшего сотрудничества. Подробнее о мероприятии в следующем выпуске. Паталитические технологии – это, наверное, та область, где путь между фундаментальными разработками, их технологическим решением и готовой продукцией, наверное, самый яркий и самый короткий. Ученый Казанского университета стал лауреатом общенациональной премии «Профессор года». Подробности в сюжете. Ежегодно премии «Профессор года» отмечают выдающихся ученых и педагогов в целях сохранения и дальнейшего развития научного потенциала российской науки и высшего образования. В этом году в числе лауреатов оказался заведующий кафедрой теории функций и приближений Института математики и механики имени Лобачевского. Для меня это большая честь, поскольку по всей России выбор, профессорское собрание, ходит много ученых солидных. Общественное признание моих заслуг. Чтобы стать лауреатом премии, ученому нужно иметь множество публикаций и высокую цитируемость научных работ. В научном сообществе эта переменная определяется индексом Хирша – соотношением количества и качества опубликованных материалов. Показательным считается размещение в базах данных научных работ «Скопус» и «Глобал Сайенс». У меня 500 с чем-то ссылок в этих базах данных. Есть так называемый индекс Хирша. Этот показатель у меня по «Вопов Сайенс» 15, по «Скопус» 14. Это довольно много для математиков. В этом году у меня вышло три статьи. За рекорд на короткое время приняли мою статью в иностранном журнале отдал. Награждение лауреатов премии пройдет 28 сентября в Москве в рамках 4-го профессорского форума «Наука и технологии в 21 веке. Тренды и перспективы». Ариадна Кугушева, Универньюз. На этом все. В студии была Елизавета Газизянова. Сюжеты из выпуска ты можешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова